Я сегодня хочу говорить на очень особенную тему, которая должна быть в Тебе. Оно будет благословением для Тебя и помощью для Тебя. Для меня это уже есть. И оно было для многих, пока оно пришло для меня. Я обращал внимание, что для многих людей оно принесло благословение. Библия говорит, если это будет в Твоей жизни, у Тебя обязательно будет множество годы страны. Тебе задается вопрос, что же это? Эта тема называется страх Божий. Страх Божий. Что это такое? Это какой-то духовный элемент, если оно у тебя есть. Он регулирует Твою жизнь. Вымысли регулирует. Божий страх очищает Твою мысль. Он очищает Твой язык. Он и дела Твои исправляет и ведет тебя невидимо. Тогда страх Божий есть в Тебе. И представим, что это есть вот что-то такое. И если это в Твоем внутреннем мире в невидимом находится, когда неправильное какое-нибудь желание у тебя появится, сразу же в тот же момент начинает активироваться страх Божий. Что же ты делаешь? А ты? Страх Божий защищает нас от погибели, который нам готовит дьявол. И страх Божий помогает нам удалиться от капкана в дьявол. Библия говорит, бойся Бога, ибо это есть. Если ты желаешь знать начало и конец этого мира, Экклесиаст 12 глава. Именно так заканчивает Соломон. И вcaster, еле что-то не было мог и увesterol. 15 глава. Услушайте начало и конец. Бойся Бога, говорит, и исполняй все его заповеди, потому что это есть глава главы человеческой сущности. Вот самая главная мысль, то есть заключается именно в этом. И потому что всякое дело Бог приведет на суд. Тут уже в 4 часа. Может, ты совсем не веришь в это, но это все равно не так. Ну, все, сегодня, поверь в это. Я себе говорю, Хвича, ты должен верить в это. Все дела Бог принесет на суд. Все, тайное, хорошо оно или худо. Тут сказано одно, Бог принесет на суд. Есть два суда, которые происходят на этой земле. И которые находятся в Вечности. Есть суд, который будет для человечества, который он получает, так сказать, воздаяние еще на этой земле. Как за добрые дела, так и за злые. И мы также получаем награду в Вечности. Но тут сказано, что Бог принесет и приведет тайное все на суд. Я хочу, чтобы Бог принес на суд. И я хочу, чтобы мои дела перед Богом, они были очень кроткими, что ли. И ты тоже постарайся не сделать ничего такого, чтобы Божьи, так сказать, гнев на тебя не сошел. Потому что суд он может произойти на этой земле. Если бы громко можно было кричать, чтобы достичь глубины сердца твоего. Бойся Бога. Бойся Бога, ты не знаешь завтрашний день. Страх Божий, он хранит нас и защищает от хапканов. Соломон мудрый говорит, что это, там источник жизни в нем. 33-й Псалм говорит, ни в чем не нуждаются боящийся Господа. Боящий, тот, кто боится человека, всегда заметно по нему. Человек, который живет вот в имени Страха Божия. Он язык свой контролирует. Самый тайный человек, который может сохранить то, что я сказал ему. И я там тоже живу в Страхе Божьем. Я со своей супругой тоже со страхом. Я и супруге своей говорю, «Эка, давай не будем говорить о таких вещах. Давай будем в Страхе Божьем жить, потому что Бог смотрит на нас». Некоторые говорят, «Закрой, закрой, закрой дверь». Я Страх Божий не за дверью оставляю на улице. Я с собой заношу Страх Божий туда, куда я захожу. И тогда, когда я говорю, Бог присутствует на том месте, где я говорю. Страх Божий будет гарантией о твоей защите. Очень большое количество стихов в Библии. Пророк Исаия говорит в 11 главе, что с страхом Божьим он будет жить и стоять. Тут говорится о Иисусе Христе, что Иисус Христос живет лишь только страхом Божьим. И для нас это пример, чтобы мы боялись Господа. И чтобы в Страхе ходили мы перед Ним. Что такое Божий страх? Божий страх – это не то, чтобы «Ой, какой ты там страшненький, я не знаю, дяденька, которого нужно бояться». Если бы не было Бога, что бы с тобой было бы? Вот в этом есть страх Божий. Если Бог ушел, тогда нам никто не поможет, ни врачи, ни знахари каких-то. Никто и ничто не сможет помочь, потому что придет дьявол. И он будет уже такое сделать. Люди будут от удивления говорить, что же это мы увидели? Я очень много историй слышал. Был один человек, у кого в основном не бывает страха, у кого есть власть, и у кого в кармане есть деньги, там то же самое, но ничего не происходит. Когда у тебя с Богом проблемы, и когда Бог встал перед тобою, и ты не можешь исправить пути свои перед Ним, и ты опять же стараешься решить проблемы деньгами, мать этой дочки завела меня в дом, и заполнены гардеробой. Там столько обуви, одежды было, которую ребенок еще не носил. Там было сотнями такой одежды. Они хотели как-то ей сделать приятное. Она скончалась в день своего рождения. Весь народ был в шоке. Что за сценарий перед нами встал? Мы можем многое вспомнить. Или же ты можешь просто, может, сам видел что-то такое, когда страх Божий, он не утверждает человека от того, чтобы что-то плохое делать, тогда может случиться очень плохое. Я знаю одно. Вот сейчас Дух Святой мне именно напоминает. Я в своем окружении видел любовь такую же, как и у Ромео и Джулиеты. Я знал и одну, и второго. Они убивались ради друг друга. Они так любили друг друга. Скажешь, что они для друг друга рождены. Но вмешался третий. Это была мать этого парня. И она сказала, я все сделаю, чтобы он не женился на ней. И она действительно все сделала. Все она сделала. Что могло зло сделать, все сделала. И так случилось, что они сейчас не вместе. Когда эта женщина уже была в возрасте, месяцами, она кричала настолько громко, что по всем улицам был слышен ее голос. что очень сильными обезболивающими не могли никак это боль. И смерть тоже не приходит. Она жаждела смерти, но она не приходила. Проходит месяц, и опять же слышен крик и страдание, и плач этой женщины. И она не умирает. Вы знаете, очень много есть тайн на этой земле. И Бог может нас сохранить от очень плохих ситуаций, где не желает нас вообще видеть. В притчах 1.7 сказано, что начало мудрости есть страх Господень. Если у тебя будет страх Божий, значит, ты будешь жить мудро, и ты от многих неприятностей сохранишь себя. Аминь. Поэтому давайте будем жить и дышать именно Божьим страхом. Впереди мы можем от многих приключений избавить себя. Не делай никому такое, чтобы тебя могли проклять потом. неприятное, плохое, что тебя не беспокоит ни совесть и ни страх Божий. знай, что то, что ты сделал нехорошее и ту боль, которую ты нанес человеку, она может в тысячи раз больше, в тысячекратном варианте вернуться к тебе. В Бытие 8 главе 20 стихе сказано, пока существует земля, все они и жатвы не прекратятся. Все любовь, все понимание, все милость, все правильные отношения с людьми, все они и жатвы они не прекратятся. Сегодня есть у тебя прекрасная возможность подойти к людям и понять их просто, быть милостивым к ним. Ты можешь любовь и доброту проявить к людям. Не сей зло, зло сей тот, кто не имеет страх Божий. И совести нет у такого человека. Святости вообще не существует на и он думает, что он просто кому-то сделал зло. Знай и постарайся понять, что сделанное зло это семя, оно обязательно попадет. Если ты не покажешься, оно обязательно пустит корни. И через некоторое время обязательно оно принесет свои плоды. И оно даст тебе вкусить свой плод и испортит твою жизнь. Поэтому давайте будем сеять то, что нам принесет благословение и добро в нашу жизнь. Пророк Еремия говорит, 32 глава, что сказал Бог о страхе Божьем. Геремия 32 глава, 39 стих. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. Посмотрите, как здесь написано. Я дам им одно сердце и научу одному путю Господь говорит. А этот путь заключается в том, что боялись меня. И когда у них будет страх мой, это все им будет во благо и для блага их детей. Желаешь ли ты благо своим детям? Давай проклинаем людей. Сделай зло людям. Все негативные. ты обязательно будешь пожинать очень плохо. Но если ты внедришь себя, и ты будешь идти путями, которые Бог нас ведет. И это есть мой путь, чтобы боялись меня. И сороковый стих. Если мы не 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 то, что они не не от верности и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Аминь. Это обещание Божье, что добро, которое мы ждем, чтобы это не было просто иллюзией, мы можем быть теми, кто реально будет видеть эти блага Божьи. Богобоящийся человек, если он действительно богобоядный, и ты увидел такого, если вы увидите, посмотрите книгу Иова, Бог говорит, Иов, он боящийся Господа. Ну, Сатана говорит Богу, но он не просто так богобоязненный, потому что ты благословил его всем. Но Бог видел главное, что именно страх Господень давал и мотивировал Иова на добро. Не знаю, может быть, у него было много таких желаний, сейчас пойду и кому-то дам хорошенько. Бойся Бога. Бойся Бога. Не делай. Люби своих врагов. Поднимись и стань больше. Не опускайся до того уровня, чтобы делать кому-то мстить. Наоборот, благословляй этого человека, чтобы пришел он в разум свой и покаялся. С человеком в отношениях я всегда замечаю, есть ли у него страх Божий. Может, и человек иногда ошибится, но сразу же, как сказать, выпрыгивает, будто бы из него страх Божий. И он контролирует его жизнь. Все его действия. Будут то дела, мысли или действия. Бог желает, чтобы вот именно это выросло в нас. Если даже есть то, что страх плохо, некомфортно чувствует в нас, себя, мы очень быстро должны покаяться. И если мы когда-то оскорбили его, если не посчитали с ним и не услышали этот голос, когда страх Божий будто бы звенит в колокола, пробуждает в нас совесть, мы сразу же должны иметь реакцию. Я повторяюсь, неважно, увидел ли это кто-то или нет. Больше всего меня интересуют мои тайные разговоры, потому что там я хочу находиться именно в страхе Божьем. вы вместе с страхом Божьим находились в день. Будет ли за дверями или будет где-то в тайной комнате, будь всегда в страхе Божьем. История продолжается. Через многие годы мы встретимся опять. А друг к другу мы ведь так узнаем, как он, что он, как, где, где он, как. И когда мы встречаемся, мы ведь всегда спрашиваем, вот тот женился, тот, там, у того сын, там, не знаю, женился и так далее. Но когда смотришь фотографии, в этом есть смысл. Смотришь, ты в фотографиях, вы вместе стояли когда-то, богобоящиеся люди и они опять твердо стоят вместе. И опять же они находятся в каком-то деле, и Бог дает им свою благодать. Но увидишь также людей, которые говорят, да какой страх Божий, им смешно бывает. Но их жизнь, к сожалению, она бывает окружена негативными элементами. Я хочу этим сегодня закончить. Бойся Бога. Это есть самый главный смысл нашей жизни. Остальное он будет контролировать. И у нас будут правильные отношения с Господом. И Бог никогда нас не оставит. Потому что мы даем место страху Его. Чтобы мы никогда не смогли осмелиться что-либо сказать перед страхом Божьим. Потому что Он обязательно нам напомнит о Себе. Аминь. Я хотела это сказать. Аминь. Я хотела это сделать. Как я хочу. Аминь. 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 Продолжение следует...